это нет то не это не иродра то не давай 11 килограмм хочу это метра три начинается да то я лишь лишь явился тут яма она уже кто знака даться по моему коля ее и копала просил не что-то рассказывали уже не помню чем техника какой-то по моему реле тут елки сотри что происходит друзья у нас такая ситуация на реке тут как бы вот ох сошла ну такая неплохая где-то полторушечка на на вода упала соль перед этим было недавно только речка приснивела снова и моя удра красота с таким хорошим ударом в общем наверное будем с вами здороваться витя поздоровайся с подписчиками мы сегодня с виктором шумичеком на рыбалке меня зовут куца сергей и мы рады вас приветствовать на канале каталог воблеров нашли вот местечко такой загадочная парочка поклевок но суть сегодняшнего видео будет в тесте китайской продукции многие меня там упрекают что я как бы против китайцев я не против китайцев я против того низкого качества которые которые часто не нам предлагают есть у меня два лил гриппа и вот по поводу этот набор лил грипп и плоскогубцы по поводу этого набора я сегодня с вами поделюсь информацией это то что мне реально понравилось друзья на рыбалке было мало времени очень хотелось порабачить потому свой рассказ я продолжаю из дому во первых я сегодня поделюсь с вами мнением по поводу качества производства конкретного товара ссылка на который будет в описании послушайте самое главное посмотрите картинку посмотрите на цену и сделайте для себя лично справедливый вывод второе поделюсь реальным впечатлением от применения подобного лил гриппа на практике и в третьем конце видео немножко лирики по поводу применения подсака лил гриппа либо по поводу того что щуку стоит все-таки брать рукой и так далее поговорим в конце видео по поводу качества далеко не все товары которые я получаю от китайских производителей находят освещение в моих видео очень самоуверенно эти производители и часто вот присылают много товаров но лишь единицы я освещаю потому многим кажется что вот я какой-то противник алиэкспресс нет я не противник я поклонник качественных товаров здесь качество сто процентов 99 карабинчик хиленький подобными карабинами оснащены практически все инструменты с алиэкспресс под какими-то нагрузками это все дело умирает в остальном и в общем я скажу так я довольно нехилый парень и таких нагрузок этот инструмент на реальной рыбалке никогда в жизни не получит выполнен он из толстостенного скорее всего алюминия сплава в его каких-то либо там авиационный алюминий утверждать не могу но очень прочно и надежно второе достоинство это сборка когда я впервые увидел подобную конструкцию лил гриппа она мне показалась какой-то хиленькой по факту ощущение применения реально монолитного инструмента только необходимые рабочие зазоры ничего здесь не болтается нелюбки сборка на высшем уровне все запчасти кроме данной этого лил гриппа выполнены из металла то есть реально каких-то слабых сторон которые вас подведут на каких-то экстремальных нагрузках здесь вроде бы нет качество на высоте это является также достоинством касательно подобного форм-фактора как оказалось работать ним на практике весьма комфортнее проще чем классическими почему потому что во первых здесь сбрасывается одна губа но она откидывается значительно шире чем обычно разъезжаются две губы у лил гриппа в классической формы проще просто банально попасть щуки в пасть во-вторых мы имеем вот такую форму лил гриппа то есть линия нагрузки скажем тогда у нас изогнута это дает нам больше возможности контролировать поведение рыбы то есть это нам делать проще поскольку у нас вот такой вот рычаг на практике оказалось в разы приятнее работать этим лил гриппом реально пистолет реально курок все очень удобно и приятно это безусловно достоинство но у данного лил гриппа есть и недостатки возможно для кого-то в этом лил гриппе это лил грипп от компании писав он была рулетка и были весы если кому-то это нужно это важно для кого-то то в этом случае нет ни рулетки не весов за корабликом 20 минут ровно опа вот она ведь я же говорил рудра волшебная рудра вот и вы цели вот и вы цели давай новый лил грипп попробуем не разложи его пистолетиком красиво да ай красотка пожалуйте ай спасибо я не помню только камера включена или не иди сюда все таки ты здесь есть ай пузатая сразу выпустим мучать не будем сейчас мы тебя отпустим тихо 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 только не сделай мне вау плыви малыш не рестись в нашем наборе присутствуют рыболовные плосколобцы возможности у них стандартные для подобного инструмента хотел сказать по поводу качества давайте наверное все таки озвучу есть резак для шнура стальку диаметром 0,4 мм режут без проблем есть возможность обжимать обрисовочными трубками поводочки можно использовать как экстрактор для возможно заводных крупных колец имеется на одной из губок вот такой вот носик и для других возможно каких-то задач все разборное сборка также на высочайшем уровне были сегодня на мокрой рыбалке затопило нас там бешеный ветер бешеная волна поплыла смазка нужно все это будет делать переобслужить однозначно все у нас разборное и очень точно подогнанное никаких просветов у нас нет только в месте для прессовки трубочек в общем вот такая вот простая всем знакомая но качественно выполненная штука вместе с нашим набором идет и вот такой чехол под него следует еще отметить что можно использовать велогриф и в привычном для большинства стиле но насколько это оправдано не знаю кому будет нужно такое его применение здесь реализация фиксации в одном и в другом положении крайне простая и крайне надежная с вот я надеюсь с помощью картинки смог передать то качество которым обладает данный товар и если вы смотрели в сторону приобретения лилогрифа либо вот такого набора то очень бы вам его рекомендовал доволен всем от и до вопросов нет применять комфортно и приятно так по поводу заключительной части моего видео в большинстве своем она касается использования подсака долгое время я пользовался потом не пользовался потом снова пользовался ну и вот в большинстве случаев последние года полтора уже ушел от его применения почему потому что использование подсака сильно сокращает процедуру вываживания рыбы вы не успеваете получить выброс адреналина в полной мере вы не успеваете получить такое огромное количество эмоций и переживаний вроде бы и рыбы там поймал немало за рыбалку, а вываживание превращается в какую-то очень краткосрочную процедуру. Потому мне кажется, что использование подсака как-то гасит немножко тот изап, который вы можете получить на рыбалке. В идеале, по моему мнению, брачу к рукой. Но можно брачу к рукой ту, которую ты обхватишь. Мне, допустим, с моим средним размером руки шестерочку уже бывает сложно обхватить. А если это семерочка-восьмерочка, то речи быть не может. Брать щуку снизу под пастью, ну в зависимости, как она атаковала воблер. Тоже бывают разные ситуации. Потому лично для меня применение лилгриппа актуальным является на данный момент. И я хочу сказать, что в большинстве случаев получается меньше травмировать рыбу при освобождении. Если у вас есть цель, ее потом выпустить. Даже когда вы используете подсак, она часто его перекручивает. Эти тройники от воблера могут быть где угодно у нее в теле. Такая моя правда, такая моя позиция. Очень доволен конкретно лилгриппом плоскогубцы. Они в Африке плоскогубцы. Но этот пистолет лилгрипп реально крутая штука. Надеюсь, было интересно. Надеюсь, было полезно. Кому не сложно, поддержите мою фотографию, которая участвует в фотоконкурсе на фейсбуке. Ссылочка будет под этим видео в комментариях. Всем большое спасибо за просмотр. Ни хвоста, ни чешей. И до скорых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok